Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги. Я Станислав Чернонок, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и соматити. И в гостях у меня мой друг, коллега, учитель и наставник Эдуард Нейматов. Автор оздоровительной системы метавитоника и руководитель Института остеопатии метавитоника. Почти у всех есть грыжа межпозвоночных дисков. Если вы не в курсе, есть ли у вас грыжа межпозвоночного диска, то сходите на МРТ с его позвоночника, и почти наверняка они у вас обнаружатся. Ты сказал, что у всех все грыжи есть, но есть разная, во-первых, степень, а во-вторых, есть моменты, которые еще не называются грыжи. Это может быть пролапс, это может быть протрузия, то есть незначительное выпячивание. А грыжа сама – это разрыв фиброзного кольца и желеобразного вот этого субстанции вытекания. Она может вытекать в сторону нерва или в сторону позвоночника. Скажи, пожалуйста, вот если у всех есть грыжа, может быть, это норма или скоро будут грыжи? Может, это нормально? Я могу сказать с точки зрения оздоровительного и здравоцентрического подхода, что любые дисфункции в теле – это условно становятся нормой как способ выживания. Поэтому грыжа – это тоже способ выживания. Что она делает? Она ограничивает сегмент, тот, который гипермобильный. Она создает дополнительное усиление конструкции для того, чтобы здесь обезопасить себя. Но бывает так, что она вытекает сильно и передавливает жизненно важные центры. А это сосуд, нерв и спинной мозг. И тогда это ведет к парезу, параличу и нарушению функции. То есть грыжа – это лишь проявление дисфункции. Да. И она некоторое время может даже помогать. Но если оставить ее без внимания, то она приводит к очень серьезным последствиям. Если оставить факторы, которые приводили к ней, то она будет этой фактором разрушать и дальнейшие структуры и ввести к инвалидизации. То есть нарушение полноценной функциональности. Скажи, пожалуйста, а что приводит к формированию грыж? Гиподинамия подвижности самого сегмента связана с перенапряжением мышц поясницы. То есть, условно говоря, если у нас есть слишком напряженные мышцы, они приводят к тому, что межпозвоночный диск сдавливается, это приводит к его дистрофии и поломке. Действительно, гипертонус и нарушение постуры мышечного баланса приводят к нарушению соответственного этого натяжения. И в спокойном состоянии диск не восстанавливает свою жидкостность. Происходит дегидратация, иссушение фиброзного кольца, его надрыв и пролоббирование, то есть протекание желеобразной субстанции самого диска. Это введет к формированию грыж. Дегенеративно-дистрофические изменения, которые происходят в позвоночно-двигательном сегменте. Условно говоря, мышцы сдавливают, и тут есть хрящи. Из них выдавливается вся жидкость, они нормально не питаются, становятся хрупкими, рвутся, и в какой-то момент возникает грыжа. Если мы говорим про поясничный отдел позвоночника, какие мышцы могут формировать вот это избыточное напряжение в пояснице, которое впоследствии приводит к грыже? Дезбаланс всех мышц. Это многораздельные. Это разгибатели спины, квадратные мышцы поясницы, ножки диафрагмы, подвздошно-поясничная мышца. Ну и все то, что там связано, оно влияет на состояние функциональности самого сегмента и отдела. Насколько диафрагма имеет существенное влияние на грыжи? Диафрагма является центральной мышцей, сухожильный центр и мышцы, и ножки диафрагмы, через нее проходят нервы. Они влияют на тонус мышц поясницы, и диафрагма влияет на тонус мышц шеи. Поэтому прямое влияние диафрагмы на грыжи. Таким образом, если у вас есть грыжи в пояснице или в шее, то первое, что надо сделать, это посмотреть, в каком состоянии находится диафрагма, и по возможности ее скорректировать. Привести ее в нормальный тонус. Так как мышца крупная, большая, дыхательная, и если она спазмирована с какой-то стороны, она может застрять состояние спазма на вдохе или на выдохе. Что ее спазмирует вообще? Очень много факторов, она очень чувствительна к раздражителям эмоциональной, работы функции внутренних органов. Например, желудочно-кишечный тракт, он может влиять на то, чтобы орган оберегал себя. Механический, например, нерв, который иннервирует саму диафрагму, так и называется диафрагмальный нерв, он может создать дисбаланс тонуса мышц диафрагмы. Как наш зритель и слушатель без специальных медицинских знаний может понять, в порядке ли у него диафрагма или нет? Когда человек чувствует, что ему не хватает воздуха, он задыхается и находится в состоянии того, что он не может вдохнуть, это один из факторов, что диафрагма находится в спазме. Мой опыт говорит о том, что практически нет людей, у которых диафрагма в порядке. Во-первых, все нервничают, во-вторых, у всех почти проблемы с пищеварительным трактором, у всех зажаты шеи и все еще не дышат нормально. Станислав, очень важный момент, что это защитный механизм и нам нужно его расправить. Например, подушки безопасности выстрелили и нам нужно их вправить обратно. То есть он должен происходить естественным образом. Но так как тело может зависать в чем-то, в том, что использует препараты медикаментозные какие-либо, принимает, и реакция обратно не возвращается. Или эмоции застрял, все, уже прошла ситуация, а диафрагма осталась в спазме. Вот здесь, помню, навстречу идет методика, которая позволит скорректировать спазмированную диафрагму. Давай сейчас позовем модель и посмотрим, в каком состоянии у нее диафрагма, и что мы вообще можем с ней сделать, и как, чему мы можем ее научить, чтобы она себе корректировала положение диафрагмы. Прекрасная идея. Возьмите, найдите реберные дуги, поставьте свои пальцы внизу ребер и накатитесь телом на свои пальцы, так, чтобы пальцы проникли под ребра. Если у вас есть резкая болезненность, это говорит о нарушении тонуса диафрагмы, ее спазме, делать не нужно сильно болезненно, и с этим нужно работать. Если у вас не резкая, а есть чувствительность, попробуйте посмотреть, слева или справа, есть ли разница. Как у вас очищение? Немножко здесь болит. С левой стороны, да. Напишите обязательно в комментариях, есть ли у вас болезненность и с какой стороны больше. Если у нас левая сторона, то это скорее проблемы желудка, поджелудочные железы, селезенки и толстого тишечника. А если правая сторона? То желудочный пузырь, печень. Двенадцатиперстная тишка. Условно говоря, правильным положением человека является положение, когда у него диафрагма вообще безболезненна. Да, мышца спазмированная, она болезненная. Та, которая нормотонична, она не болезненна при надавливании. Если мы уберем болезненность, то диафрагма, значит, в порядке? Мы ее выведем в нормальный тонус, восстановим ее функцию диафрагмы. Давай посмотрим, как это сделать с пациентом. И в конце дадим упражнение для наших зрителей, чтобы каждый мог поработать с собой. Я сейчас еще раз прослушаю в положении лежа функцию диафрагмы. Я ставлю свои руки и прошу сделать вдох. Отлично. И выдох. Я слышу торможение движения в левом куполе диафрагмы. Я буду делать коррекцию, собирая параметры. И более подробно это вы можете узнать на нашем семинаре. Я слышу ограничения по ножке диафрагмы. Я беру купол и смотрю в движение, где есть ограничения. И слышу, что оно на меня в сторону вправо легче идет, а влево есть ограничения. Я буду делать, выполнять непрямую технику. Пойду туда, где легче, для того, чтобы дать ресурс организму, сделать коррекцию. Более подробно мы даем информацию и отрабатываем этой технике на семинаре. Сделайте вдох и выдох. И еще я отработаю ножку диафрагмы. Сделайте вдох, выдох. И здесь один вдох. Задний ребра. Отлично. Теперь я делаю ретест. Вдох. Отлично. Как вы чувствуете себя? Присядьте. Повторите, пожалуйста, упражнение, которое мы с вами делали, когда вы ставите под ребра и наклоняетесь. Ничего не болит. Прекрасно. Чтобы скорректировать напряжение и нарушение тонуса диафрагмы, которое влияет на разные процессы, в том числе и формирование крыши, я дам вам три упражнения. Первое упражнение. Берем руки с боков, сдавливаем грудную клетку, поворачиваемся в бок, делаем вдох, сдавливая, удерживая давливание, задержку дыхания на 3-6 секунд и с выдохом возвращаемся в нейтральное положение. Поворачиваемся в другую сторону, делаем вдох, задержка на 3-6 секунд и с выдохом возвращаемся в нейтральное положение. Таких повторений 2-3 цикла. Вы почувствуете расправление диафрагмы. Второе упражнение. Мы берем, ставим на реберную дугу, проходим, немножко зацепляем пальцами и делаем легкое преднатяжение, перед растяжением диафрагмы. Делаем вдох, растягиваем. На выдохе удерживаем реберные дуги для того, чтобы они обратно не сходились. И в следующем вдохе еще растягиваем. Вниманием не ребра выламываем, а именно купол диафрагмы растягиваем. На следующем вдохе сближаем. Бывает так, что реберная дуга открыта, широкая внизу. И спазмированные ножки диафрагмы очень важное упражнение. Это закрыть ребра с двух сторон и сделать вдох, направленный в заднюю часть диафрагмы. Спины. И с выдохом. Мышцами косыми закрывать диафрагму. Сделать два-три повторения. Рекомендую два-три раза в неделю делать эти упражнения, снимать последствия спазма диафрагмы, так как мы не можем избежать эмоциональных реакций, которые передаются на диафрагму. А также, освобождая тонус избыточной диафрагмы, вы лишитесь негативных последствий, влияющих на организм от тонуса. Это шея, это поясница, ну и весь организм в целом. Великолепные упражнения. Отпускаем модель и сделаем финальные выводы. Таким образом, грыжа в позвоночнике очень часто связаны с диафрагмой. Да. Чтобы расслабить диафрагму, применяйте те упражнения, которые показал Эдуард. Они прекрасны. Здесь очень важно помнить, что мы с тобой разобрали только диафрагму. Это одна из, в общем, пяти главных мышц поясницы. И, соответственно, формат нашего канала не позволяет прямо сейчас рассмотреть все. Поэтому переходите в описание к этому ролику. Там есть ссылочка на мои программы по пояснице и тазу и на программы Эдуарда, которые проходят вживую. Да, снова метавитоники. Мне очень важно, чтобы вы написали, есть ли у вас грыжа в позвоночнике. Возможно, у вас есть истории, когда у вас было ограничение по подвижности или острая боль. Возможно, вы ходили к хирургам, которые вам оперировали грыжи. Возможно, вам делали блокаду. Напишите нам вашу личную историю. Всем будет очень интересно почитать. Ну, а вы были на канале Школы векторного массажа и соматики. Со мной был Эдуард Нейматов. До новых встреч, друзья. До свидания. До новых встреч. До свидания.